Музыка Сегодня Бунина Сем, центр города, старая каменоломня, парковая скульптура, шахтерам, тем, кто добывал ракушняк, из которого потом строилась Одесса. Практически все здания исторической части города построены из этого камня. Это действительно история, история не только Одессы, история многих городов и мира в том числе. Но мы говорим сейчас за Одессу. Так вот, в Одессе наконец-то историческая справедливость. Вы знаете, Одесские катакомбы в период с 1965 по 1989 год, это такие данные статистические, посетило более 16 миллионов туристов. Это было одно из самых посещаемых туристических мест на территории Советского Союза в том числе. В год посещало наши катакомбы более миллиона двухсот тысяч туристов. После 1991 года, конечно, совершенно другие данные. Но сегодня то, что делает фонд изучения и сохранения истории Одессы, память, воссоздали наш музей-катакомб совершенно другой. Уже в городе прямо. Сегодня каменоломня. Это все сделано энтузиастами, не привлекая средств большинства за свои деньги, за собранные деньги. И, конечно, вкладывая свой труд. Поэтому огромное спасибо тем людям, которые любят счет нашей истории. А мы будем всячески поддерживать, помогать и развивать это направление. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Уже, наверное, больше десятка лет, как существует наша организация, мы плотно занимаемся изучением подземного пространства. И всегда задавались вопросом, почему до сих пор не отдана дань памяти тем десяткам тысяч, если не больше людей, которые потом и кровью доставали на благо Одессы камень. Если обратить внимание, весь желтый камень, это, собственно, тот, из которого состоит старая Одесса, начиная от простого сарая и заканчивая театром имперебалетом. И вот ни таблички, ни памятные знака, ничего. Вот и решили исправить эту несправедливость. Зародился такой проект. Меня познакомили с Александром Ковленко, скульптором, такой народный скульптор, уже достаточно любимый, плодовитый. Много его произведений можно увидеть и в Одессе в том числе. И совместно обсудив, реализовали данный проект. И, по сути, они представляют собой всех тех тружеников, начиная с создания самого города Одессы и до сегодняшнего дня. Мы менялись технологии, менялись поколения, но люди так или иначе теряли здоровье, и все это на благо города. Спасибо вам, что вы помните людей тяжелейшей и опасной профессии. Ракушка – очень тяжелый труд, ручники, и не настолько она была механизирована и в наше время. Поверьте мне, я поработал 46 лет в шахте управления Одесском. У нас были 4 поселка, 1260 человек китайцев и рабочих, и садики, и школы. Сегодня это уже все, быть, ушло. Ну так, время движется. Сегодня осадит космос. Не трое, что осталось, а то, что мы нарушили еще. Может, нашим внукам и правнукам достанется. А вам спасибо за то, что вы помните. Идея эта была, ребята из музея предложили поучаствовать в проекте. Заинтересовался, конечно, мне нравится история. Тем более после экскурсии по катакомбам. Очень так оно вдохновило, это самое. Ну и когда стал вопрос насчет этого самого материала, однозначно было, что надо было делать только из камня, потому что чем они занимали, что они добывали, из такого же материала и делать. Тем более, это природный материал, он долговечный. Это не бетон, он не сыпется, не боится никаких внешних, ни мороза, ни дождя, ни это самое. Ну, а образы уже как бы согласовывали. Ну, в принципе, тоже общее видение. Совпало у нас с ребятами, что должен быть пожилой мужчина, повидавший, как бы мудрый, старый это самое, и молодой парень, не обремененный никакими проблемами, ждущий вечера пойти где-то, уже гулинули такого это самое. Конечно, страшно и приятно, что появился памятник, потому что, в общем-то, один из факторов, что появилась Одесса здесь, это выгодное географическое положение, стечение людей, которые родили за Одессу. И третье главное, стройматериалы. Леса нет, кирпич не выжечь, угля нету, и под землей подарок от Бога камень. Ведь строительство-то все это массовое шло, потому что камень был здесь, и его быстро начали добывать. Если бы не было, то превратился бы город в маленький какой-то городок, ничего не получилось. И поэтому, конечно, закономерно, наконец, через 200 лет, вот оно, подняли памятник, где, в общем-то, ну, наверное, где-то должны стоять возле того памятника на Потемкинской площади бывшей, потому что мне-то ребята эти сделали все. Субтитры сделал DimaTorzok